в этом видео крутые эффекты в деви page builder при наведении мыши в данный момент я вам показываю что мы будем делать в этом видео например у вас какие-то продукты цифровые диски или что-то может быть еще при наведении посмотрите как прикольно можно это все оформить меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так прошлом видео мы с вами собрали второй экран уже затрагивали эти удивительные виды анимации в этом же видео мы с вами более детально рассмотрим данного вида эффекты прежде чем перейти вот к настройке например цифровых дисков что получить вот такой эффект вы должны понимать что вы должны заранее подготовиться то есть я на фотошопе создал отдельные png картинки нужно отдельно создать саму обложку диска сам диск и это все в png формате с прозрачным фоном я перехожу в режим редактирования то есть я создал уже третий блок уже не показываю как это сделать потому что думаю вы уже сами разберетесь чтобы не повторяться и не тратить драгоценное время так как если вы смотрели предыдущие мои уроки я это все объяснил то есть третий блок готов вот он видео курсы колонки готовы останется только закинуть изображение суда и поработать с эффектами я нажимаю по плюсику первое изображение плагин изображения выбираю изображение кликаю и загружая с компьютера необходимое изображение нахожу изображение на компьютере выбираю пока что два изображения от одного диска они у меня загружаются выбирают обложку загрузить но прежде чем я вам покажу уже исходный вариант как это сделал я мы сначала должны разобрать все настройки данные вида анимации то есть смотрите прямо здесь я перехожу дизайн вот у нас эти опции преобразования и что здесь есть то есть первая кнопка вот здесь здесь есть такая маленькая стрелочка если я за нее потяну вы видите картинка увеличивается также здесь есть такие некие ползунки то есть это одновременно идет увеличение изображения здесь есть такая скрепочка если я ее разжимаю то ведь происходит деформация изображения И здесь появляются дополнительные стрелки Сразу обращаем внимание вот сюда Как у нас что меняется То есть это просто если здесь поменять нужно Вот как оно есть статично То есть такие возможности Если хотите вернуть все в прежнее положение Здесь есть такая стрелочка Нажимаем на нее и у нас возвращается все по умолчанию Эффект в чем может заключаться Если это надо сделать при наведении мыши Например сейчас как есть Но надо чтобы при наведении мыши происходила деформация Тогда вы нажимаете вот сюда на эту стрелочку Нажимаете вот на эту кнопку зависания И уже зажата эта кнопка Здесь начинаете что-то делать Например просто увеличение Что происходит смотрите я переключаюсь вот на эту кнопку Картинка уменьшается Сюда кликаю зависание увеличивается Вот при наведении мыши Ровно это и будет происходить Уже на сайте Это понятно Я возвращаю кликаю по стрелочке назад Здесь в принципе все понятно Вторая кнопка Здесь зажимаем левой кнопкой мыши Это идет свободное Позиционирование картинки Если нужно как-то куда-то увести эту картинку Чтобы она видите у нас как бы уходит за края За колонку Но вы должны понимать что здесь С мобильной версией возможно будут проблемы То есть когда мы будем настраивать Макет планшета и смартфона Здесь надо будет Ну что-то менять Например двигать ее в обратное положение То есть здесь возможно будут проблемы Вот я вам показываю Сейчас идет позиционирование Также здесь есть такая скрепочка Если ее расцепляю То у нас происходит Как бы только нижняя сторона Или вот эта вот сторона Если зажата скрепка У нас двигается и там и там Вы видите вот здесь вот идут пиксели То есть если надо точно задать вам Вот это позиционирование То вы можете здесь просто прописать На клавиатуре нужны пиксели И есть минусовое значение Видите минус 144 пиксели И также здесь Если я вверх увожу Вот здесь например То вот минус 187 И то же самое Сейчас я сброшу Если нужно чтобы при наведении мыши Куда-то картинка переместилась То вы выбираете вот это зависание Двигаете ее сюда И тогда вот при наведении Она вот так вот будет у нас ускакивать Дальше Следующая кнопка Уже интересно да Смотрите Есть такие три картинки И три кругляша Если я двигаю кругляш Вот этот например То у нас происходит поворот картинки Дальше средний кругляш Видите что происходит с картинкой И вот этот вот вариант Смотрите что происходит с картинкой И самое интересное То есть если мы с вами Давайте я сейчас вот эту назад верну Перехожу на третью кнопку Здесь давайте мы с вами Сбросим настройки Смотрите Выбираем вот этот третий Здесь выбираю зависание Здесь немножко двигаю Как-то Вот эти все три кругляша То есть в плоскости Видите это все меняется И при наведении Будет вот такая вот картина Причем вы можете еще добавить сюда Например эффект смещения при наведении И тогда будет вообще вау эффект Например вот сюда И при наведении Она не только будет смещаться Но и в пространстве искажаться Думаю здесь понятно Есть еще вот такой вот вариант То есть видите как искажает картинка Думаю тут тоже понятно Как это будет Есть вот этот вариант Но на самом деле здесь Откуда будет происходить Эффект анимации Когда у нас другие эффекты заданы Вот этот эффект У нас как бы все из центра идет Если надо сделать Чтобы с угла анимация происходила То это можно сделать с угла Наглядно это будет примерно так выглядеть Например у нас есть поворот картинки Смотрите он из центра поворачивается Видите Переходим сюда То у нас видите как происходит Вот смотрите вот из центра То есть смотрите давайте я возвращу в центр То есть вот она крутится видите Как бы Ось Ось Изображение у нас как бы по центру Если ставим точку здесь То уже идет поворот картинки От левого верхнего угла Думаю здесь понятно Теперь давайте немножко посложнее Я покажу как я добился Вот такого эффекта при наведении То есть основная обложка у меня Немножко смещается вниз И при этом выскакивает диск Как будто бы из коробки Итак чтобы добавить диск Я выхожу из этих настроек Смотрите я перехожу Вот сюда В нашу зеленую общую секцию Видим здесь три столбца Вот в первом верхнем столбце Здесь уже обложка у нас есть Перехожу по шестереночке Перехожу в фон И именно сюда нужно загрузить Наше изображение То есть я выбираю Вот эту третью кнопку Нажимаю здесь по плюсу Уже загружен у меня диск Я его здесь выбираю Нажимаю загрузить изображение Видим что оно у нас сзади поместилось Но оно очень огромное Ниже есть настройки Здесь неправильный перевод Но я выбираю вот этот вот вариант И картинка уменьшается Дальше позиционирование Где разместить данную картинку Кликаю сюда И выбираю слева в центре И диск у нас Е2 Вот здесь вот видно Вы должны понимать Если у вас здесь возникнут сложности Если вы будете настраивать Именно как у меня А скорее всего так и будет Это индивидуальные настройки Именно под размеры моих картинок Вам придется здесь поиграться С настройками Чтобы добиться нужного эффекта Смотрите В данном случае у меня сама обложка Она здесь большая Ее нужно немножко уменьшить То есть здесь мы с настройками закончили Нажимаем галочку Еще раз галочку И идем вот сюда Именно в настройки изображения Далее перехожу в дизайн Перехожу Размеры И максимальная ширина Я делаю 83% То есть в моем случае это 83% Таким образом я уменьшаю обложку И вы видите вот этот диск у меня Немножко вылазит Так и задумано Чтобы он изначально Его тоже было немножко видно И расположение Ну не знаю в данном случае Вот она немножко двигается Сама обложка Да я вот сюда вот кликаю Чтобы влево сдвинуть картинку Но она и так у меня уже влево находится Далее Остается задать анимацию Здесь же я перехожу В преобразование Кликаю по второй кнопочке Выбираю здесь Вот кликаю по стрелке Перехожу в зависание Потому что мне нужен эффект При наведении И вот здесь у меня минус 102 А вот здесь вот у меня 62 Да и Вот эту скрепочку я разжимаю Здесь 62 Картинка смещается Далее я перехожу вот сюда И выбираю вот здесь вот Минус 20 Таким образом Вот у меня уже происходит Смещение картинки Если мы сохранимся И обновим страницу При наведении у нас обложка Уже работает как мне нужно Но нет должного эффекта Так как Здесь у меня и диск еще выскакивает И получается очень симпатичный эффект Для этого я кликаю Именно по зеленой нашей строке В настройки Перехожу в шестеренку Столбца там где у меня картинка Дизайн Тут тоже есть преобразование Заходим сюда Захожу по второй кнопке Здесь ставлю Минус 1 Скрепку разжимаю А здесь ставлю 63 Захожу еще в поворот И вот здесь ставлю 10 Ну немножко наклон вперед Да, также не забудьте Когда вы сейчас за мной повторяли Перейти вот сюда вот Зависание То есть при наведении Потому что у меня получается Я сделал В статичном режиме И получается Видите эффекты я не добился Она у меня сразу Имеет наклон картинка Поэтому Я сюда кликаю Зависание Здесь у меня 63 Здесь Минус 1 Дальше сюда захожу Здесь чтобы был по нулям А здесь у меня 10 Именно при наведении Нажимаем на галочки Сохраниться И Я вас поздравляю У нас с вами смотрите Все получилось Отлично срабатывает Эффект В этом и был смысл урока То есть мы все основное сделали Что еще можно сделать Если посмотрим на демо пример Здесь также еще есть анимации И появление наших обложек Я уже не показываю Как это делать Из предыдущего урока Я думаю вы Поймете как это сделать Самое главное Это же продукты То есть цифровые курсы Дальше Должно быть какое-то взаимодействие То есть в данном случае Если я кликну на обложку Меня перебрасывает На страницу Презентации видеокурса То есть длинная страница Где уже идет Вся информация о курсе Где идет кнопка На приобретение данного курса Кнопка купить Вы просто заходите В настройки Здесь есть ссылка Вешайте любую ссылку На страницу Презентации курса Вашего цифрового продукта И открыть В новой вкладке Например Выбирайте все Ссылку мы разместили Дальше уже Если у вас несколько курсов Все будет уже Несколько проще Вам просто надо будет Дублировать картинку Вот так вот Поместить во вторую колонку Заменить эту картинку На вторую обложку Другого вашего цифрового курса И пройти вот сюда В зеленую нашу шестеренку Взойти Во вторую Во второй столбец И здесь уже подгрузить Например Второй диск Вот у меня второй диск Выбираем Загрузить Ну то есть я уже не показываю Как это делать Вы уже думаю Сами разберетесь Здесь и так уже все понятно И в итоге у вас должно получиться Вот что-то вот такое На этом видео я заканчиваю Надеюсь информация для вас была интересна и полезна Если вас плагин DV заинтересовал Вы сможете приобрести его по ссылке В описании к этому видео Покупать DV Page Builder Таким образом вы поддерживаете меня На этом видео я заканчиваю И увидимся с вами в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok